Скука В очередной раз я заканчиваю сезон Ну, что делать? Опять погода потеплела Плюс 10 Правда сильный ветер Сейчас придется якорь кидать плавающий Буду пробовать Что делать? Погнали Надо якорь Иначе меня сейчас мимо от всей щуки Пронесет Несет прям Любо-дорого Так Проверка щуки на вшивость Ставлю новую резину У меня нашел дома одну Уже оснащенную Если будет поклевка Будут следы видны Поехали Ну, погода бешеная, конечно Ну, вот В такую погоду Она, по идее, должна ловиться Опять ветер сильнее стал Был тише Так, сейчас будем экспериментировать Поставлю Воблерок от флагмана Копию выдры То бишь, рудры Копия рудры Которая умудряется перехлестнуться Даже, блин Без тройника на пузе Нет, для нее, наверное Даже несмотря на то, что она плавающая Для нее все-таки здесь Чутка мелковатая Сосед вчера вечером поймал И поймал неплохо Но она как-то сейчас осенью Выход ловится Копия выдры тут не прокатит Ну что, очередная попытка Разловить сквадминол От джакала Летит хорошо Сквадминол Сквадминол Что же ловишь ты хреново Ты не ловишь ничего И зачем ты у меня Непонятная фигня Может мне тебя продать Красиво Покупать Ух ты, что это такое Ух ты, глянь Что творится Сквадминол Сквадминол Ни хрена себе Я его разловил Отдай вобля Надо же Нас сквадминол Ха-ха Ха-ха-ха Вот так вот Иди Короче, свершилось чудо Я разловил сквадминол Потрясающе Ну продолжу Потрясающе Я его Уже Второй год разловить не могу Сколько мне народу писало Как ты его не можешь разловить Ну вот так я его не мог разловить Вообще Сосед мой только на него косит А я как-то к нему вот тут Ну вот не приспособился и все Ну вот что Ну если руки не приспособились к ней К воблеру, к этому Вот вопрос Зачем себя мучить Я даже камеру выключил Потому что я так честно говоря Был вообще не уверен В том, что я на него хоть что-то поймаю Когда я уверен, что я что-то поймаю Я стараюсь камеру включенную держать Ну что, я чуть переплыл Ветер еще сильнее стал Похоже, надо валить домой А выплыть после обеда Я надеюсь, что после обеда Он подстегнет все-таки Вот интересно А какой смысл опираться в разлавливании Вот этого дорогого вобля Если я гораздо комфортнее ловлю Спокойнее ловлю своим карасем Я, конечно, просто на принцип пошел Я понимаю То есть Хотелось как-то все-таки Подразловить Но опять же Какой в этом тайный смысл? Объясните мне Еще-то мне, ребята, становится дискомфортно Как-то Ветрище такое Все, хорош, хорош, хорош Все, все, я все понял Валим Добрался я до острова Ну, фактически добрался до поселка Спрятался тут за островом Я, собственно, что хотел поговорить Вчера с одним из подписчиков была беседа на тему Почему я не надеваю спасжилет Вообще мне многие из вас пишут с вопросом Почему ты без спасжилета? Ну, во-первых, по правилам Находясь вот в стационарной железной лодке Жилет должен быть просто в любом доступном месте Вот он у меня в доступном месте У меня под задницей Это более чем доступное место Во-вторых, вот не знаю Я ему высказал свое мнение Не знаю, как вот вы будете считать Но в данной ситуации У нас вот здесь, где мы ловим Глубины Ну, метр двадцать, метр сорок Метр пятьдесят И, соответственно, в любом месте Если выпал из лодки Можно совершенно спокойно встать на ноги Как я себе понимаю В данной ситуации Последовательность дальнейших действий То есть, учитывая, что на мне Сейчас термобелье Свитер Жилет И две куртки Две куртки Соответственно, двое штанов Если я еще надену спасжилет Какая капуста будет Я понимаю Последовательность действий Следующим образом Если я оказался в воде Я должен быстро скинуть с себя сапоги Прежде всего, пока меня Одежда держит, она не напиталась водой Я должен скинуть с себя сапоги После чего скинуть штаны Скинуть обе куртки И бодрым кролем Или брасом Хреначить до берега Гребя всеми четырьмя конечностями И чем быстрее будешь гребсти до этого берега Тем быстрее доплывешь Еще и согреешься Если я нацеплю спасжилет Значит, мне придется при этом Сначала снимать спасжилет Потому что он мне банально будет мешать Вот я лично здесь понимаю Это так А с учетом того, что температура воды Сейчас 3 градуса Ну, специалисты могут, наверное, подсказать Какое время жизни у человека В воде с температурой в 3 градуса Ну, не сильно долго ты продержишься Я думаю Переохлаждение будет конкретное Поэтому В данной ситуации Ну, логичнее всего это Просто скидывать с себя портки И фигачить Вплавь до берега Равно как и на тех ямах На которых мы здесь ловим Все у нас ямы Они вдоль берега То есть Выпадая опять же На яме из лодки Ну, проще опять же Скинуть с себя портки И Бодрым кролем Прогрести те же самые 15-20 метров По крайней мере Есть шанс Ну, точно так же Лег пузом на жилет И греби себе Поэтому вот я в данной ситуации Не вижу никакого смысла Цеплять на себя еще Спас жилет То есть Вот я так вижу Ситуацию Поэтому кладу жилет Себе просто под задницу Ну, а вы можете Высказаться на эту тему Как вот вы считаете Какие должны быть Действия у человека Если он вдруг Взял и выпал Например, с лодки Случайно Встал Извините, пописать Покачнулся Упал А лодку унесло Ну, вот Расскажите мне А насчет Сквадминол Которого я Сегодня Наконец-то Спустя два сезона Разловил Ну, я не совсем Для себя понимаю Ситуацию Когда надо Зачем-то Разлавливать Дорогущий воблер Если у тебя В этом же месте Ловят Гораздо более Бюджетный воблер К которым ты привык Уже руки Привыкли у меня Привыкли руки К карасям Вот Ну, вот В случае с соседом Сосед у меня Очень успешно Этим воблером ловит Ну, да Господь с ним Я другими приманками Прекрасно ловлю Как-то так Ну, а за семь Пока-пока Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Ставьте все, что угодно Присылайте донаты На бензин Делайте все, что хотите Пока Ночью туман Опускается с дамбы А я лучше ищу И силуэты Домов вырастения Ближе к вечеру выплываю Тонт На свет Керосиновые лампы Вновь выплывают Горбатые тени Все та же сила Ведет мою руку Все те же строки И те же мысли Я сам себе Сочинил эту скуку Просто живу И скучаю Божью Сколько в деревне Ныне близко Редактор субтитров А.Семкин